Продолжение следует... Но вроде же все очевидно. Если есть какие-то сомнения по подключению, то всегда нужно руководствоваться паспортом или схемой из технической документации, где производитель для конкретно своего экземпляра УЗО или ДИФ-автомата указывает, с какой стороны должно подключаться питание, а с какой нагрузка, соответственно. Есть экземпляры, где устройство может работать при любых подключениях. Подавать на него питание можно хоть сверху, хоть снизу. И оно будет оставаться работоспособным. Но это чаще всего относится к электромеханическим устройствам. Нас же в первую очередь интересуют электронные УЗО и ДИФ-автоматы. Для сегодняшнего эксперимента, чтобы проверить данную информацию, я выбрал 5 экземпляров дифференциальных автоматов и УЗО. Это у нас ДИФ-автомат АВДТ-32 от ИЭК. Это у нас УЗО ИЗИ-9 от Шнайдера. Два ДИФ-автомата от Декрафта. ДИФ-101 и ДИФ-103. И наш неповторимый китайский ТОМЗН ТПЛН-32. Начнем мы с ДИФ-автомата АВДТ-32 от ИЭК. В руководстве по эксплуатации на именно этот ДИФ-автомат АВДТ-32, вот этой серии, про питание, с какой стороны оно должно подключаться, ничего конкретного указано не было. Вот здесь единственный имеется момент, что указано, что со стороны на нижней клеммы, на клеммы 2 и клемму N, подключается непосредственно нагрузка. Соответственно, питание подключается у нас сверху. А вот если взять руководство в более новых сериях АВДТ-32, там уже конкретно указано, что питание сеть должно подключаться сверху на клеммы I1N. А нагрузка снизу на клеммы 2N. Так и только так производитель гарантирует правильную работу устройства. Ну а я пойду наперекор производителю и как бы ошибочно попробую подключить ДИФ-автомат наоборот. Вот снизу здесь у нас идет питание, фаза 0. Красный и коричневый это у нас фаза, синий это у нас 0. И посмотрим, что же из этого получится. Но сейчас смотрим внимательно. Я подаю напряжение 220 вольт на нижние клеммы ДИФ-автомата АВДТ-32. Напряжение подано. Теперь включаю ДИФ-автомат и смотрим. Ничего не отключается, взвелся он нормально. Теперь нажимаем кнопку тест. Давайте еще раз. Ничего у нас здесь не происходит. Хоть и указано, что нагрузка должна подключаться снизу, в принципе ДИФ-автомат неплохо работает и с подключением наоборот. То есть ДИФ-автомат при неправильном подключении из строя у нас не вышел. Идем далее. Это у нас УЗО Изи-9 от Шнайдера. В его паспорте наглядно, черным по белому, указано, что оно может работать как при подаче питания сверху, так и снизу. Но я нашел один интересный ответ от службы поддержки Шнайдера, когда им задали аналогичный вопрос. Процитирую. Возможен ли подвод питания как сверху, так и снизу для модульных низковольтных автоматических выключателей УЗО и дифференциальных автоматических выключателей производства Шнайдер Электрика? На что был дан следующий ответ. Автоматические выключатели и выключатели нагрузки серии АКТИ-9, домовой, Изи-9 допускают подвод питания как сверху, так и снизу, без ухудшения характеристик. Что касается дифференциальных выключателей нагрузки УЗО и дифференциальных автоматических выключателей АВДТ, то допускается подвод питания как сверху, так и снизу для всех модульных устройств дифференциальной защиты производства Шнайдер Электрик. Кроме АВДТ-ИД-ИФК серии АКТИ-9, АВДТ-АД-63К серии домовой, двухполюсные УЗО серии Изи-9, как наш экземпляр, а также АВДТ серии Изи-9. Для указанных устройств допустима подача питания только сверху. А наш экземпляр как раз таки относится к двухполюсному УЗО серии Изи-9. Странно, но ответ от поддержки как бы немного не соответствует тому, что пишется в паспорте на это же УЗО. А это уже интересно и более быстрее хочется проверить данный факт. Сможет ли УЗО, данный УЗО от Шнайдер Электрик, работать при подаче питания снизу. В общем, у меня все готово. Подаем напряжение, включаем УЗО и тестируем, проверяем его кнопкой тест. Поехали. Включил напряжение на нижние клеммы, включаем само УЗО, нажимаем кнопку тест. Без проблем. Как видите, УЗО у нас работает и из строя не вышло. А это значит, что информация с технического паспорта победила информацию от службы поддержки. УЗО из строя у нас не вышло. Отлично. Идем дальше. Что у нас на этот счет думает и делает Декрафт? А тут в техническом паспорте достаточно четко и понятно Декрафт предупреждает. Подвод напряжения источника питания к дифференциальному автоматическому выключателю должен осуществляться к верхним выводам. Подвод нагрузки осуществляется к нижним выводам. Здесь, кстати, вот и есть надпись соответствующая. Нагрузка и стрелочка. Неправильное подключение питания приведет к выходу из строя электронной схемы. Вот. Все понятно без лишних слов. Тем не менее, я обязан это проверить. Подаю напряжение. Так, напряжение подано. Включаю дифф автомат. И нажимаю кнопку тест. Оп. О, задымился, задымился. Все. Взвелся. Даже второй раз сработал. О, какой. А третий раз? Все. Третий раз уже не срабатывает. Давайте проверим, вот он сам коммутирует сейчас фазу или нет. Вот у нас фаза. Устройство включено. Само устройство коммутирует контакты. То есть, фаза здесь приходит на нагрузку, якобы перепутанную. Но сама вот эта электронная схема по проверке, по тестированию дифф автомата, дифференциальной его части, вышла из строя. Ну, вы видели, как это... О, горячий какой. Нагрелся. В общем, наш дифф автомат действительно вышел из строя, о чем не зря предупреждают производители Декрафт в своем техническом паспорте. Так, переходим к следующему Декрафту. Это у нас дифф 103. И у него в техническом паспорте все сказано аналогично. Хоть не знаю даже, что делать, испытывать его судьбу или все-таки оставить Декрафтовский автомат живым. Такое ощущение, что он все-таки поведет себя аналогично, как и дифф 101. Ну ладно, что не сделаешь ради экспериментов. Итак, подаю напряжение и смотрим. Напряжение подано. Включаем наш дифф автомат. И нажимаем кнопку «Тест». Загадел. Все. Пошла у нас красота. Задымился. Вроде особо не нагрелся. Давайте включу его еще раз. Попробуем еще включиться. Взойдется, не взойдется. Взвелся. А еще раз сработает или нет? Нет, этот умер. Этот умер с первого раза. Так, проверим, коммутируют ли контакты. Фаза. И здесь. Фаза есть. Все аналогично. Конечно же, посмотрим его внутренности, коль он вышел из строя. Так, кстати, здесь смотрите, очень интересно собраны вот эти два элемента. То есть, это у нас рассыпания. Электромагнитный и тепловой здесь. То есть, как автомат. А это у нас дифференциальные элементы. Где собрана схема уже по дифференциальной защите. Вот такой перемычкой эти два элемента соединены. А здесь даже не пришлось сверлить. Все крепится вот на таких шурупах. То есть, вот эта крышка на двух шурупах. И с задней стороны тоже вот здесь вот есть. Вот наше устройство. Вот кнопка, которую мы замыкаем испытательную цепь. Здесь, конечно же, пахнет. Сейчас Игорь. Так, здесь у нас. Ну, вот здесь вот, наверное, видно, что вскипятилась у нас катушка. Как-то здесь вот такая намотка. Мне кажется, это на фабрике так не мотают. С такими пузырями. Вот видно, что она грелась. Ну, эту часть можно отключить. А однополюсный дифф-автомат, декрафтовский, на 16 ампер. Можно оставить, закрасив, соответственно, надпись 30 миллиампер. И его название дифф-101. Вот так вот ставить можно. Будет вполне достаточно. Так, и дифф у нас 103. Здесь 4 заклепки. Пришлось их рассверлить. Ну, в принципе, здесь видим то же самое. Вот катушка с таким видом от нагрева. Вышло там что-то на платье или нет. Но по катушке видно, что она оплавилась. Есть следы нагрева. То есть такая же, видите, они как две такие сморщенные катушечки. Одна красная, другая зеленая. Вот этот варистер у нас в прошлом эксперименте у декрафта вышел из строя. Помните, когда я проверял данные дифф-автоматы повышенным напряжением? Сейчас покажу. Мне где-то даже осталось. Ну вот, даже сравните, как вот выглядит вот здесь вот намотка изоляции и как она выглядит здесь. Видите, тут ровненько все. Ничего не вспучилось. Никаких пузырей нет. Вот целое кладбище декрафтовских дифф-автоматов у меня здесь уже накопилось. Можно из этих, кстати, скомпоновать один целый и собрать обратно. Если заклепать потом шпильки. Ну и остался у меня еще один экземпляр китайского дифф-автомата, с которым вы уже знакомы и неоднократно встречали в моих экспериментах. Это Томзн ТПЛН-32. Кстати, достаточно крепкий орешек, как показал он себя в предыдущих опытах. Посмотрим, сможет ли его убить ошибка в подключении. Но прежде глянем, что пишут в его китайских технических паспортах. А на Алиэкспресс красным, подчеркиваю, красным цветом, по белому указано, что ввод питания осуществляется только сверху. Иначе можно погубить данное устройство, данный дифф-автомат. Ну что, проверим и убедимся в этом. Давайте, а иначе для чего мы сегодня здесь собрались? Подключил питание, фаза 0, снизу. Подаю напряжение, напряжение подано. Включаю дифф-автомат. Все вроде бы нормально. И теперь нажимаем кнопку тест. Еще раз давайте. Так. Еще раз давайте. Отключают. Вот это да. Вот это действительно крепкий орешек. Меня вот этот дифф-автомат искренне удивляет. Вот такие у нас получились в итоге результаты. В заключении хочу сказать, что я ни в коем случае не заставляю кого-либо идти наперекор рекомендациям производителей. Наоборот же, я настаивал на строгом соблюдении их требований по подключению УЗО и дифф-автоматов. Я лишь вам показал, что бывает, что случится, когда эти требования не соблюдены. Не совершайте подобных ошибок в подключении устройств. И еще. В последнее время все чаще идет тенденция к двухстороннему подключению питания. Но я все же сторонник, да и просто привык к классическим схемам, когда питание расположено сверху. На неподвижных контактах устройств. Лично для меня так нагляднее, привычнее, ну и логичнее. Тем не менее, Hager, Legrand, Schneider и другие уже вовсю практикуют подключение питания на устройство с любой из сторон. То же самое это, кстати, касается и автоматических выключателей. У многих из них даже сделаны специальные клеммы снизу устройств для подключения вилочных гребенок, помимо уже клемм основных. Если взять Hager SDS-225D, узушка, вот снизу, пожалуйста, вверху просто две клеммы, а внизу еще дополнительно есть зажимы для вилки-форк, то есть вилочные гребеночки, помимо основных клемм. То же самое и у Legrand. Вверху просто две клеммы, а внизу у нас еще имеются клеммы для гребенки. Все это подразумевает как раз-таки подключение питания именно снизу. Так что будьте аккуратны и внимательны в эксплуатации, ведь питание может быть подано с любой из сторон, как гласят наши правила. Так что убеждайтесь в этом, проверяя не только верхние клеммы, но и нижние, откуда может быть подано напряжение. На этом все. Вот такое получилось видео. Кому оно было интересно, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если есть какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. Также не забывайте про мой инстаграм и также наш всеми любимый чат в телеграме. Всем спасибо за внимание. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok